Здравствуйте, рада приветствовать вас в Доме Знаний. Меня зовут Джома Эльмидрасовна, я ваш учитель истории. Сегодняшний автобинар подсвящен культуре, быту и тревожному окончанию 18 века. Из прошлых уроков и просмотренных видео уроков Дома Знаний, вы знаете, что 17 век был бунтажным, а 18 не уступал кардинальным изменениям, которые произошли во всех сферах жизни. Если сами реформы и их планы довольно хорошо изучены историками и даже уже скольниками, то обстоятельства жизни людей в контексте этих каренных изменений, всех привычных их практик, пока еще нет. Этим объясняется часть ранжира вопросов, которые я сегодня вынесла на вебинар. Попорка получилась довольно разноплановой. В рамках темы культуры и быт я уделю внимание вопросам повседневности. Исследование незнатного человека раннего нового времени осложняется отсутствием документов 18 века, которые были бы написаны от первого лица, если к ней чтет не о знати и не о крупном дворянстве. А ведь в России в это время было гораздо меньше грамотных даже среди дворян, особенно провинциальных. Единственным выходом является обращение к судебно-следственным документам. В момент столкновения с властью безголосые люди получали шанс быть услышанными. Эту тематику я продолжу отвечая непосредственно на сами вопросы, а они получились из разряда крик души. Например, зачем мы читаем бедную Лизу Карамзина в школе, о которой я также говорила в самом видеоуроке, что нам это дают и кто все эти люди на портретах. Ну что ж, давайте вместе разбираться в становлении портретной иерусской живописи, рассмотрим подробнее вклад Левицкого, Рокотова и Провиковского в новое искусство, а также феномены, которые скрыты в рассказе «Бедная Лиза». Феномен романтической любви, который кажется в наше время естественным и нормальным, как известно, возник на самом деле довольно поздно. Ставший образцом жанра, повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза», написанная в 1792 году, превратилась в своего рода эмоциональный путеводитель для нескольких поколений дворян. Культ чувствительности выходил в этом произведении за границей страты, то есть ословий, и описывал эмоциональный мир крестьянской девушки. Но должны ли мы доверять этому описанию? Что еще означало слово «любовь» для неграмотной крестьянки 18-го века? В первую очередь надо понимать, что это слово из христианского словаря и означает вовсе не страсть, а смирение. Какие в целом были шансы эмоций, которые мы сегодня называем любовью, при условии повального распространения сговорных браков, заключавшихся по меньшей мере еще одно столетие, то есть до 19-го века? Брак в России раннего нового времени, как и прежде, это не союз двусердец, это основа хозяйственной жизни, а значит вопрос выживания. Это пославливало специфические требования, которые выдвигались к хорошей невесте. Хорошая невеста – это та, у которой широкая кость, есть плотность в теле, и она способна выносить много детей и работать в поле. Казалось бы, естественно, что в такой ситуации браки заключались на всю жизнь. Действительно, развод до самого конца империи оставался сложной дорогостоящей процедурой, находящейся в едином церкви. А зачастую даже развод не был под силу образованным и состоятельным людям. Однако в последние десятилетия историкам удалось найти так называемые разводные письма в архивах. Это бумаги, которые давали друг другу супруги 18-го века, подтверждая, что они не имеют друг другу никаких претензий и отпускают на все четыре стороны. Создавались эти письма для того, чтобы обойти сложные официальные судебные процедуры и церковную догматику брачного таинства. Помимо этого, разводное письмо предназначалось новому супругу и свидетельствовало о том, что прежний муж отпустил жену добровольно, а значит не станет иницировать ее поисков. Говоря уже о портрете, нужно напомнить несколько вещей важных. Прежде всего, в сословном обществе он, то есть портрет, это привилегий, маркер и одновременно гарант статуса модели. В подавляющем большинстве случаев героями портрета становились представители высших слоев. Портрет, в котором соблюдены и согласованы все необходимые условности изображения, это поза, костюм, атрибута, антураж, автоматически становился удостоверением высокого социального статуса своего персонажа. Портрет отражает и транслирует стандарты социального поведения. Он словно говорит, перед тобой благородный человек, будь подобен ему. Так дворянский портрет в течение столетия представляет не только вельможек деятеля, но и человека, которому присуща изящная непринужденность, то есть свойство, которое издавано считалось выражением благородства и воспитания, последовательной принадлежности к элите. Портретная живопись – это своего рода непромышленность, ведь сам характер портретного рынка предполагает высокую степень унификации. Портреты достаточно четко делятся на торжественные, парадные и более камерные и приватные. Они, в свою очередь, предполагают определенный набор форматов, пост и, опять-таки, атрибутов, которые соответствуют прескуранту. И он тоже учитывал, сам ли художник исполнял портрет от начала до конца или поручал менее ответственные участки работы под мастерием. Те, кто уже просмотрели видеоурок, знают о том, что я упомянул о некоторых нелогичных, на первый взгляд, запретительных указах императора Павла I. Возник еще один вопрос. Так можно ли как-то рационально объяснить эти запреты, или это лишний раз свидетельство о сбалмошности самого Павла I? На этот вопрос на самом деле сложно ответить однозначно, в виде новый государь старательно уничтожал те последствия и наследие своей матери, в том числе и в сфере наказания. Из попытки восстановить расшатанные, как ему казалось, матерью и самоержавие, вытекали многочисленные анекдотические случаи. Например, в святениях такие, как запрет на фраки, ботинки со шнурками, вальс на круглые шляпы, многое другое. Сохранилась даже записка царя Петра Палин. Говорила с ней так. Офицера всего нашел я в трону и у себя в шляпе. Судите сами, Павел. Вопрос только был в том, что какая конкретно шляпа навлекла на себя гнева государя. Что стало с этим проштрафившимся офицером, неизвестно. Но учитывая, что едва ли не каждое обращение Павла I, принимая с окружением как приказ к действию, судьбе провинившуюся вряд ли можно позавидовать. После опубликования указа о том, что всем служащим необходимо появляться в общественных местах исключительно в хундере, многие попросту не успевали его заново себе сшить. Доходило снова до курьезов. Например, чтобы избежать наказания за неисполнение царского указа, люди закалывали булавками круглые шляпы на манер треуголок, подкорачивали длинные брюки до колен и напутривали волосы и прокалывали сзади накладную косицу. Это у нас на русский манер копировалось. И создавалось такое впечатление барька. Для надзора над этим были учреждены отдельные солдатские полки. Были мушкетеры, которые палками шибали с людей неуставные головные уборы и могли даже разорвать в кучу одежду на самом владельце, если она не соответствовала этому указу. Под запрет попадали не только предметы гардероба, но и некоторые слова. На предметы вычеркнули из словаря слово «клуб», «общество», «гражданин», потому что они были тесно связаны с французской революцией. Соответственно, употребление этих слов в разговоре нарочно или случайно приравнивалось едва ли они к попытке поднять мятеж. В столице был введен комендантский час и в десять вечера приказывали бесить огни, а перекрытые рогатками улицы патрулировались солдатами. Мультарские идеи в попытке обратиться к просвещению Павел I не мог простить даже собственному сыну. Был еще такой интересный инцидент. Однажды, обнаружившим на столе у старшего сына, будущего императора Александра I, пьесу Вальтера Брут, царь молча поднялся в свои поконы, нашел в библиотеке книгу о жизни Петра I, отметил страницу с описанием суда над царевичем Алексеем, пыток на дне и казни, велел передать Вальтер Александру. Больше всего доставалось обласканном екатеринское время дворянству и придворным. Согласно воспоминаниям церемонии министра при дворе Павла I, государь очень любил разнообразные церемонии, а нарушителей достаточно строго горали. Так Павел требовал, чтобы его руку целовали и становились впереди на одно колено, и делалось это с особой тщательностью. Немецкая муштра, которую вел Павел I в армии, проявлялась и в усиленном внимании к поведению офицеров. Печатный шаг для почетного королу, который мы сегодня с вами видим на каждом торжественном мероприятии, при Павле считался обычным строевым и длился несколько часов, а не 15 минут. Наказать могли за пьянство, за нерадение, за упущение на службе и за многие шалости и провинности. Дворянство было не в почете. Нередко случалось, что провинившихся в чем-то офицеров прямо со стула отправляли в ссылку в отдаленные полки. Нормой того времени становилось, что офицеры, собираясь на осмотр, брали с собой крупную сумму денег, чтобы не остаться без средств в случае внезапной ссылки. За четыре с половиной года правления было издано Павлом I 7 865 законодательных актов и указов, в два раза больше, чем за 43-летнее правление Петра I и в полтора раза больше, чем за 34-летнее правление Нехтилина II. Кроме того, Павел успел отдать более 14 207 приказов по армии. Это, конечно, не полный перечень спорных реформ Павла I, но и этого хватает для понимания того, что нововведения не способствовали росту популярности императора в связи дворян. Закономерный возникший вопрос. Так изначально ли заговорщики были настроены на убийство? Почему же оно все-таки произошло? Несомненно, они не собирались убивать императора. Мы должны понимать, что в представлении людей того времени не было страшнее греха, чем поднятие руки на помазанника Божьего. Даже четверть века спустя планы некоторых декабристов умерших государя вызывали от рыбью товарищей. Мы можем здесь вспомнить даже строки из Пушкина. И ланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал реубийственный кинжал. Да почему же в итоге убили все-таки императора, причем с такой особой жестокостью, ударом на локерки висок и удушьим собственным шарфом? Так получилось спонтанно. Немалой степени этому способствовало то, что заговорщики перед тем, как проникнуть в Михайловский замок, основательно напились для храбрости. Когда они ворвались в покое Павла I с требованием отречься от престола, между ними и государем возникла ожесточенная перепалка. Император категорически отказался выполнять их требования и стал кричать и размахивать руками. После этого один из заговорщиков, предполагает, что это мог быть один из братьев Зубовых, нанес удар табакеркой по голове. И опять-таки, что им оставалось после этого делать? Развернуться и разойтись? Думаю, что это было бы практически невозможно. На этом завершается наша сегодняшняя встреча. Я надеялась, что мне удастся ответить на большинство из ваших вопросов. На следующем вебинаре мы уже поговорим о промышленной революции, о том, как пар, уголь и человеческая изобретательность, проявленные в те века, дали косвенно нам возможность сегодня общаться онлайн. Будьте активны, жду ваших вопросов. До новых встреч в Доме Знаний. Субтитры создавал DimaTorzok